Добрый вечер. Мы продолжаем наш курс по книге Дворим, книге Второзакония. Мы находимся сейчас в девятой главе книги Второзакония. Это отрывок, это часть второй речи Моисея. Я напомню, что эта речь связана с заветом, с завоеванием страны, с условиями завоевания страны. И после того, как Моисея объясняет, какие условия, какая жизнь, и все эти вещи вокруг, мы находимся почти в конце этой речи, есть упреки евреям, чтобы они не оставили Всевышнего, чтобы они не пошли за идолами. И вот в рамках этих упреков история, Моисеев вспоминает историю Золотого Тельца, которую мы сейчас и рассматриваем на этом уроке. Это девятая глава, начиная с седьмого стиха. И еще раз, значит, здесь общая линия – это упреки. Поэтому в том изложении, в той ретроспективе, которую Моисе делает, он больше делает внимание на упреки, чем на достижениях. И мы посмотрим разницу, как всегда мы смотрим разницу между изложением книги Второзакония и изложением книги Исход и в предыдущих книгах, и чем эта разница обусловлена. Почему ретроспектива отличается от событий и какой месседж несет нам эта разница. Итак, значит, Моисеев начинает здесь из того, что «Помни, не забудь, как сердил ты Господа» стих 7. И, то есть, вот эта вот память о неправильном поведении еврейского народа должна быть очень важной частью нашего исправления. Мы должны понимать, что мы были не очень-то хороши, и вот эта вот важная часть, что мы были не очень хороши – это важная часть самосознания. Перед этим, я напомню, Моисеев говорил народу, что вы получаете стыану не за свои заслуги. Вы получаете потому, что Всевышний обещал Аврааму и Сааку Якову, а изгоняете вы эти народы, потому что народы лили себя плохо. То есть, и получение стыаны, и изгнание жителей Ханаана, завоевание – это все делается не из-за ваших заслуг. И поэтому упоминаются, всевозможно, отрицательные вещи, как мой от себя вел, и в рамках этого, значит, вот эта вся линия упреков. Он говорит, что вы с Егиле с того времени, как вы вышли из земли египетской. То есть, кстати, здесь отметим, что здесь не упоминается, например, какое-то плохое поведение евреев в Египте. Мы знаем, что Медеяши объясняют, что евреи в Египте занимались велопоклонством и вообще были на не очень-то высоком уровне. Но это все не осматривается. Главное, что ты, когда был в Египте, ты был и обом, ты не был самостоятельным, у тебя никаких претензий. А вот когда ты вышел из земли египетской, ты стал самостоятельным, чем больше у тебя самостоятельности и власти, тем больше у тебя претензий. А и при Хореве судили. То есть, Хорев – это гора Синай. То есть, когда вы получили Тару, вы должны были еще больше, ваша отверстие повышается, а вы продолжали вести себя плохо. Медеяши говорит, что название Хорев, в отличие от Синай, это такая высушенная земля. Название Синай подчеркивает, что в этом месте есть Сне, то есть куст, горящий куст, то есть откровение Всевышнего. Название Хорев, как земля такая сухая, подчеркивает категорию суда. То есть, что евреи плохо себя вели, несмотря на то, что они получили Тару. И дальше Малифей вспоминает, что же было на горе, что он поднялся на гору, чтобы принять с Каижали. Отметим здесь, между прочим, что он поднялся на гору изначально, чтобы принять с Каижали. В книге исход не было такого, что он поднялся, чтобы принять с Каижали. В книге исход Моисей поднимается, чтобы получить детали закона. То есть, здесь пропущено само Даравание Тары, оно у нас было раньше немножко вспоминалось, 10 заповедей. А здесь эта перспектива идет на Золотого Тельца, а не на Даравание Тары. И поэтому с Каижали являются важными. Чем, собственно, отключаются с Каижали? С Каижали – это зафиксированный завет. То есть, зафиксированные обязательства народа. Именно они разбиваются, именно их народ нарушает. Поэтому Моисей подчеркивает, что он поднялся, чтобы получить с Каижали. То есть, чтобы подтвердить, сделать незыбливым, как бы, завет Бога с народом. Вообще, то, что с Каижали каменные, как раз выражает незыбливым из закона. Здесь интересна такая ретерспектива отдаления. В христианстве часто подчеркивается такой аспект, что якобы законы Тары, они на Скайжали каменных, а вот христианский месседж, он на Скайжали сердце. И что, как бы, более душевно к человеку. Но идея еврейская, именно в том, что с Каижали каменные – это и есть незыблемость завета с Богом. И то, что от заповедей нельзя уходить. А если они написаны на Скайжали сердце, то, может, это и ближе к человеку, но тогда человек толкует их, как хочет. То есть, как он чувствует, так и есть. Поэтому нет никакой твердости, ни твердости завета, ни твердости закона, ни твердости, как бы, устоев. А есть то, что человеку ближе. Ну, вот, опять-таки, я не хочу сказать, что здесь одно лучше другого или хуже, как бы, это отдельный вопрос. Но вот эта вот разница в подходе между иудаизмом и христианством, она очень интересна, вот именно из этого момента. Окей, значит, дальше, и в Каижали завета, который Господь запретил с вами, и пробыл там 40 дней и 40 ночей, 9 стих. Мы увидим здесь дальше, что эти 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, они протаяются три раза. В книге «Исход» 40 дней и 40 ночей были два раза. Были при первых Скайжалях и при вторых Скайжалях. В книге «Вторезаконие» эти 40 дней упоминаются три раза. Причина в том, что здесь добавляется еще 40 дней, когда Моисей, опять-таки, не ел и не пил, но уже не на горе, не поднявшись на гору, а внизу, поскольку необходима была его просьба, чтобы Всевышний простил народ. Поскольку здесь именно увещевание занимает центральное место, то Моисей говорит, что вы были прощены только потому, что за вас просили. А поэтому вот этот аспект, что он еще 40 дней просил, он тоже подчеркивается. Причем то, что Моисей на горе 40 дней не ел и не пил, это вещь, естественно, чудесная и показывает отделенность Моисея от мира. То есть он как бы превращается чуть ли не в ангела. И это необходимая часть, потому что если Моисей на горе получает Тару, то Тара, она как бы переходит из трансцендентного мира и от Всевышнего переходит в мир, как бы в мироздание. Само даявание Тары, это как бы представляется всегда еврейской традицией, что Тара была до создания мира, а потом была дана. Все эти многочисленные медвяши об этом. То есть Тара вначале появляется элементом как бы божественной трансценденции, которая до мира, вне мира, извне мира. И вот ее внедрение внутрь мира, это и есть дарование Тары. Она проходит через, поэтому такое чудо и такое нарушение законов природы. И поэтому Моисей должен быть несколько оторван от естественности. Он не может быть совсем оторван, тогда он не сможет принести Тару. Но если он не будет совсем оторван, то он не сможет получить Тару. Поэтому он должен быть оторван, но не совсем. Вот это оторван, но не совсем, это то, что он на горе своих дней хлеба не ел и воды не пил. Но дальше мы увидим, что есть еще раз, это третье. Вот потом дальше, когда это будет по тексту. И дальше Господь дает ему две каменные скрижали, написанные Перестом Божьим, а на них слова, которые говорил Господь вам на горе и среди огня. Это все уже об этом говорил раньше, это просто как бы вспоминается, чтобы это связать в скрижали с откровением, что скрижали это память об откровении, то есть это откровение, которое зафиксировано, вот эта фиксированность откровения очень важна. Мы, кстати, увидим здесь очень интересный момент, что откровение фиксируется, а Бог не фиксируется. Это вот такой интересный момент, который мы сейчас рассмотрим. То есть, и было по окончании сорока дней и сорока ночей, был Господь, одиннадцатый стих, где скрижали каменные, и тут же сказал мне, встань, сойди, потому что они сделали себе идола. То есть, здесь какая-то прямая связь между тем, что с Донецкой скрижали, и именно в это время сделан идол. Мы избирали, когда учили книгу «Исход», мы избирали, что Моисею больше нечего делать на горе, когда он получился скрижали, он должен быть внизу, а поскольку его внизу нет, и есть некий разрыв между тем, что Моисей должен быть внизу, и его нет внизу, то именно в этот момент народ делает тельца. А до этого он мог ждать, потому что до этого Моисей по делу как бы находился на горе, а теперь он уже без дела, он уже получился скрижали, надо быть внизу. Вот, но если есть, он как всегда зазор, и вот именно в этот зазор делается тельца. Но это мы избирали в книге «Исход». А здесь интересно другой аспект, который здесь есть, что скрижали, и как разу связывается с тельцом здесь тоже, и дальше сделали они себе литого истукана. То есть, такой как бы момент, который мне хочется отметить, он вообще относится вообще к игропоклонству, но мы его отнесем вот к этому месту, поскольку на нас сегодня игропоклонство осматривается в этом моменте. Раф Кук объясняет очень интересный аспект, что самым плохим и самым ужасным в игропоклонстве является фиксирование образа Бога. То есть, неподвижность божественности, ее статика. И Бог не может быть ни в чем выражен, ни в каком статическом образе, а вот именно литой – это и есть как бы воплощение статики. То есть, что такое литой? Это был жидкий металл, он был мягким, он мог течь, он мог менять свою форму, и ему придали окончательную форму. И вот этот окончательный, и он застыл. Застыл, и больше не может развиваться. И Раф Кук объясняет такую совершенно потрясающую вещь, что сутью игропоклонства является фиксация образа Бога. Что на самом деле даже любое зафиксированное представление о Боге, говорит Раф Кук, любое представление, которое ты считаешь, что оно твердое, оно уже и есть корень игропоклонства. И потому что божественность не может быть выражена, а это значит, что понимание божественности всегда динамично. То есть, оно должно развиваться, оно должно меняться. Сама невыразимость божественности подразумевает необходимость динамики. Как только божественность становится статической, в этот же момент в тебе начинаются элементы дропоклонства. То есть, когда твои религиозные представления застывают, и ты больше их не меняешь, и ты уверен, что ты понимаешь все правильно, вот это и есть тот момент, который начинает, и дропоклонство начинается. Есть такое замечательное высказывание такого известного философа Померанца, в Советском Союзе известного на русском языке, который сказал, что он прекрасную фразу, что дьявол начинается с той пены, которая есть на устах ангела. Что когда ангел, ну он имел в виду несколько другого вещь, что когда ангел очень сильно воюет за правое дело, вот эта пена, которая на устах ангела, это и есть начало дьявола. То есть, слишком сильная борьба за истину, за правду, за настоящее, за хорошее дело, вот она является источником зла. Ну, как бы нам всем это известно, да, что когда начинают абсолютно сильно бороться, там, не знаю, там, за мир, то это и есть источник войны. Когда начинают бороться за справедливость, то это и есть источник несправедливости. Там, когда начинают бороться за, там, внимание к слабым, то это и есть полное растаптывание слабых, на самом деле, в результате этого получается. То есть, вот это вот и есть, потому что пена на губах ангела, она источник начала дьявола, вот, в его терминологии. Так вот это здесь очень так же, в приносном смысле здесь тоже это самое. Как только представление о Боге начинает быть статичным, как только ты начинаешь быть уверенным, что то, что знаешь о Боге, это правильно, вот это и есть начало игру поклонства. И поэтому игру поклонства, оно, его символ, это именно литой истукан. То есть, вот вылет, когда из металла сформировалась форма. И здесь такое противопоставление, что скрижали, то есть, что такое скрижали, это путь Бога, который тебе указывает основные моменты этики, основные моменты справедливости, основные моменты твоего чувства морали. Вот это должно быть очень жестко, это очень важно, чтобы это было жестко, чтобы это не было, как я вот так чувствую, но вот более-менее, поэтому решать буду не по справедливости, а по, там, революционным чувствам, да, вот так буду суд применять. Это вот и есть, когда это пишется на скрижалях сердца. Тогда можно это, это можно, как сердце, куда оно пошло, так оно и сформулировано. Поэтому путь Бога, вот эти вот, как бы, даже не сам путь Бога, путь Бога тоже не может быть сформулирован. Но ограда пути Бога, вот эта ограда, это и есть скрижали. Ведь сами заповеди, это не указание человеку, как жить. Сами заповеди, вообще всегда, все заповеди, а не только 10 заповедей, это не указание, как жить. Это ограда того, чего нельзя нарушать. То есть ты можешь идти по пути очень широко и по-разному, но граница этого пути – вот это и есть заповеди, это ограда. Поэтому, кстати, очень ошибочно просчитать, что заповеди – это и есть путь Бога, соблюдение заповеди – это и есть религия, и если я соблюдаю заповеди, то я вообще хороший, идеальный человек. Ничего подобного. Заповеди – это только ограда, чтобы ты не делал сильно плохо. Так вот эта вот ограда твоего пути должна быть очень жесткой. Поэтому скрижали должны быть каменные. А вот представление о Боге у тебя не должно быть каменное. Не только каменное не должно быть, литорик, в смысле, такое жесткое, но и не должно вообще быть образа. Чем более жесткий у тебя образ Бога, тем ты ближе к глупаковству. Вот это вот противопоставление, оно здесь очень интересно. Окей, дальше смотрим. И дальше Господь сказал, я видел род народ, он жестоковыжный, отступи от меня, я их истреблю, произвью из тебя народ. Это все 14 стиха и перспективы того, продолжая с того, что было в книге «Исход». Здесь не написано, что Моисей отвечает, это он дальше упоминает, потому что здесь главное – это динамика того, насколько евреи были неправы. Моисей не может здесь как бы в эту динамику вставить то, что он отвечал, потому что иначе пропадет чувство неправильности. Оно же очень сильное чувство неправильности, а потом уже Моисей объяснит, в чем именно евреи были неправы и какие доводы к этому. Но, то есть, доводы Моисея здесь, они разбили бы вот это очень сильное чувство неправоты евреев. И увидел я, что вот цивейший 16 стих, когда он увидел, когда он увидел, он более остро это ощущает, и 17 стих схватил все и жали, бросил их и разбил. То есть, то, что он увидел, так на него повлияло, а не то, что он сознательно решил разбивать скрижали. Здесь как бы разбивание скрижали описано, как реакция Моисея на то, что евреи сделали. Ну, и там, и исход, это тоже реакция. Там даже почувствуется, что он и ось гневался, а здесь то, что он видит, его приводит к тому, что заветы разбиваются. Теперь, значит, и что же после этого разбитого запрета получается? 18 стих, и я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, опять слева не делал и воды не пил. Вот эти вот вторые 40 дней и 40 ночей, о них не было сказано в книге исход. То есть, книги исхода были при первых и жалях, и при вторых. А эти вот дополнительные, они вторые по порядку, а третьи по количеству, так сказать, после, при первых и вторых скрижали. Они находятся между ними, посередине. В книге исход это описано по-другому. Но вот эта вот молитва Моисея, опять 40 дней не ел, воды не пил, это происходит не на горе, это происходит внизу. То есть, Моисей опять должен оторваться от естественности. Он опять слева не ест и воды не пьет, хотя он не на горе, а хотя он внизу. И повергается перед Господом за все грехи, и все это происходит, потому что стряшил все гневы и ярости, которые, значит, Господь на вас и ожнял, что соперяйся стрябить, и послушался меня Господь и на этот раз. То есть, здесь дана такая картина у нас пока что, что Бог отвечает не на доводы Моисея, не на логические вещи, как мы знаем из книги исхода. В книге исход в основу того, что Бог прощает евреев, положено то, что евреи – наследники Авраама и Исаака и Якова, и что народы поймут неправильно. Это здесь тоже есть, но позже. А здесь акцент на то, что Бог отвечает на молитву Моисея. Потому что здесь, прежде всего, урок для тех, кто это слышит, для нового поколения. Как они, Моисей формирует для них тот нарратив, который будет основой их взгляда на мир. И в этом нарративе Бог прощает в ответ на раскаяние молитву и на некоторый отрыв от естественности. И дальше поэтому оттуда понятно, что емкий пор, который является концом всей этой вещи, всей этой линии, он и есть. День, когда человек не пьет, хлеба не ест и воды не пьет, то есть как бы становится подобен Моисею, который просит Бога. Поэтому просьба с тем, что есть, что он не пьет и не ест, то есть как бы отрывается от естественности, она здесь является основой прощения. А емкий пор у нас будет концом всех этих трех и цирокодневных ссылков. То есть емкий пор это день, как вы помните, конечно, при изучении книги Исход, когда Моисей спускается с горы второй раз и несет уже с крижали вторыми. Так вот именно в емкий пор нужно ни есть, ни пить в качестве вспоминания вот об этой молитве Моисея, которая у нас здесь есть. Двадцатый стих, совершенно неожиданный и очень важный, да и это совершенно другую картину, чем было в книге Исход. Двадцатый стих. И на Аарона весьма поогневался Господь, собираясь погубить его, но я молился из-за Аарона в то время. Вот это совершенно неожиданно. То есть оказывается, мы сейчас увидим, что Аарон, вот тут здесь написано и дальше будет об этом еще раз упомянуто, что Аарон умирает, не входит в страну Израиля за грех Золотого Тельца. Ничего такого у нас не было в книге Исхода. В книге Исход Бог прощает, на Аарона гневается скорее Моисей, чем Всевышний, и Аарон не теряет ни своего статуса, он остается священником и первым священником и лидером народа в книге Исход. А здесь ситуация, что он вообще может из-за этого умереть. То есть грех Аарона огромный. Немножко ниже мы увидим, чуть дальше, что, когда уже было после вторых, в Крижале он говорит, то вот шестой стих десятой главы, вот он перед нами, Моисей говорит, и там умер Аарон. То есть это все во время реперспективы Золотого Тельца. То есть дальше Моисей упоминает, что Аарон умер именно в рамках истории Золотого Тельца, а там умер он через 40 лет. Именно чтобы подчеркнуть, что Аарон умирает из-за Золотого Тельца, а вовсе не из-за Меймерева, не из-за того, что ударили по скале. Когда мы в книге чисел разбирали, что Моисей ударил по скале, то там действительно есть очень большой вопрос. Почему же наказан Аарон? Ведь Моисей ударил по скале, а не Аарон. Аарон стоял рядом. И мы там объясняли, в книге чисел, что Аарон не был достаточной оппозицией Моисею, чтобы Аарон не выполнял своих функций. Что Моисей и Аарон действуют совместно. Что если уходит один, то уходит и другой. Но это как бы были такие косвенные объяснения. Здесь же нам сказано совершенно иначе. Сказано, что Аарон умирает за грех Золотого Тельца, а вовсе не за грех Меймерева. То есть не за то, что Моисей ударил по скале, а за то, что он сделал Золотого Тельца. Но это отложено на 40 лет. Потому что Аарон нужен. И спрашивается, почему же об этом не сказано в книге Исход? Почему такой картины нет? И видимо, если я, насколько я понимаю, что в книге Исход ситуация текущая. Ситуация текущая, это значит, что народ вышел из Египта. Народ еще бывшие рабы. Лидера нельзя обругать. Ну как нельзя? Как при солдатах нельзя сделать разнос их командиру, потому что командир-то может исправиться, а солдаты после этого не будут его слушать. И поэтому, если при солдатах делать выговоры их командиру, то тогда армия перестанет функционировать. И здесь именно такая речь. То есть для того народа, который вышел из Египта, для него нельзя было критиковать Аарона. Аарон должен был быть превосвященником. Его статус возвышенный. Если Всевышний говорит, ну вообще он никуда не годится, он сделал Золотого Тельца, то после этого будет уважение к Аарону. И поэтому там об этом не говорится. Но здесь уже в Египте и Законе ситуация другая. Прошло 40 лет. Аарон уже умер. Поэтому его статусу уже нет вопросов. Он уже прошел весь путь. Все знают о его замечательных делах и заслугах уже после истории Золотого Тельца, как он был в связи с народом. И уже народ другой, народ уже может критически посмотреть. И поэтому здесь выдается настоящая причина смерти Аарона, которая была скрыта в книге Исход, потому что там народу на том уровне эта причина не могла быть открыта. Окей, теперь дальше. 21 стих. «А грех ваш, который вы сделали, Тельца, взял его и сжег, и остолк, и бросил в поток, стекающий из горы». В книге Исход тоже это было. Да. Но там была еще одна деталь, что Моисей дал пить народу эту воду. Это питье воды осматривается по-разному. С одной стороны, это осматривается как сота. То есть женщина, которая, у которой есть подозрение на измену и нет никаких доказательств, ей дают как бы такую воду, которая выясняет. И говорится, что именно от этой воды умерли те, кто занимался игропоклонством, но не было свидетельств. Это медвязь, конечно. Но более прямой смысл текста, что евреи таки должны были там воспринять некий элемент золотого Тельца. То есть в Тельце есть нечто позитивное. Это общий вопрос. Вообще игропоклонство нельзя сказать, что это полностью вещь негативная. На самом деле элемент позитивности, искра позитивности в игропоклонстве есть. Только она форму принимает неправильную. И поэтому то, что евреи пили воду, в которой растворен пран золотого Тельца, это и есть восприятие той искры, того элемента позитива, который есть в игропоклонстве. И он очень важен для понимания игропоклонства. Но здесь об этом нет. Видимо, потому что здесь есть упреки. Вся суть речи это упреки. Поэтому и Аарон здесь, как и очень подходит, что Аарон Аарона проогневался, и вы сделали неправильно. Поскольку здесь Моисей не должен объяснять общую картину мироздания, а должен объяснять именно, объяснять евреям, какие неправильности были в их пути, и чтобы они больше так не поступали. И дальше Моисей продолжает вспоминать, после того, как он объясняет, что какие вы были неправильные, то 22 стих продолжает и в Тавира, и в Масаевке, вы от Атава высидели Господа. То есть и после этого вы тоже вели себя неправильно. И когда 23 стих, когда послал вам Господь из Кадеш Барнея, эта история с лазутчиками, но эта история здесь не раскрывается, а просто она идет в общем контексте неправильности евреев. То есть как бы все различные проявления этой неправильности, они в грехе Жолотого Тельца как бы укоренены. И стряпки выявили перед Господом с того дня, когда я узнал вас, то есть общая концепция еврейского народа, что еврейский народ – это народ стряпки. Еврейский народ – это вообще народ кошмарный, ужасный, с ним необычайно сложно. Мы знаем, что Моисею тоже было очень сложно с еврейским народом, как бы вот это все здесь выплескивается в завершающий момент, что народ должен все-таки на некоторой стадии услышать все, что вообще о нем думают в рамках того, чтобы он не возгордился. И дальше, 25 стих, «Поверегал себя перед Господом те сорок дней и сорок ночей, и Бог хотел истебить вас». И это третий, третий раз сорок дней и сорок ночей. И дальше сказано, «И молился я Господа и сказал, что Всевышний не погуби народа твоего, вспомни рабов твоих, Абрама и Шакриакова, чтобы не сказала, что и она, который ты их вывел, что там Бог не может их подненависти к ним, чтобы умереть их в пустыне, ведь они твой народ». То есть вот они все доводы, которые есть у нас и в книге Исход. Но разница, что в книге Исход эти доводы идут сразу, как только Бог говорит Моисею про Золотого Тельца. В книге Исход, прежде чем спуститься, Моисей приводит все эти доводы, Бог прощает народ, и только тогда Моисей идет вниз. В книге Второй Закония ситуация иная описана. Мы видели, что у нас до этого было, что Бог хочет уничтожить еврейский народ. И что же Моисей делает здесь? Он идет прежде всего исправлять ситуацию. То есть он спускается с горы и разбивает все жали, а потом только просит. И тогда, когда он просит, 19 стиха послушался его Господь. То есть здесь Моисей не ждет, чтобы Бог народ просил. Он прежде всего идет исправлять ситуацию, а после этого обращается. В книге Исход ситуация была иная. Там, как только ему сообщают Моисею, что народ поступил неправильно, он прежде всего получает у Бога некоторое прощение, а только потом начинает спускаться и с горы уничтожает, разбивает скрижали, сжигает злокого тельца и так далее. То есть здесь главное действие по исправлению. В книге Исход он сначала получает прощение. Почему при ретроспективе Моисей меняет ситуацию? То есть в смысле по-другому рассказывает ситуацию. Видимо, как бы я предположил, что цель всей этой ретроспективы не состоит в том, чтобы пересказать, что было. Это ведь не задача Моисея рассказать народу, что было. Это не история. Он создает национальный нарратив. Он создает взгляд на мир. Он им рассказывает те укоризмы, которые должны быть перед их глазами, чтобы они не забыли и вели себя правильно. И ведь книга Исход тоже никуда не девается. То есть у народа книга Исход, она уже есть к этому времени. Она остается. Это же самый последний месяц жизни Моисея книг «Исход» о законе. И поэтому здесь Моисей рассказывает по-другому, чтобы подчеркнуть уроки, которые мы должны из этого извлечь. И, видимо, урок здесь такой, что если ты делаешь что-то неправильное, ты знаешь, что неправильно, то прежде всего иди исправляй ситуацию. А уже потом будешь просить, чтобы тебя простили. Потому что прощение зависит от того, что ты смог исправить ситуацию, что ты пошел это делать, что ты не просто прежде всего просишь простить, а прежде всего ты идешь исправлять. А уже потом, когда ты исправил, тогда иди просить. В то время как исходно Моисей сам поступил иначе. Для Моисея было важно, что вначале книги Исход, что вообще ситуация сохранится, что вообще ситуация не озвалится. И поэтому тогда, когда это было по-настоящему, он прежде всего получил прощение. А здесь он уже рассказывает о том, что уже известно, что Бог простил. Уже известно, что они через это прошли. Уже 40 лет назад все это было. И поэтому главный месседж отсюда он должен подчеркнуть, что когда он с вами что-то такое происходит, вы идите прежде всего исправлять, а потом уже будете просить прощения. Окей, теперь у нас мы переходим в дальше. Какие же просьбы, как Моисей просит о прощении? Это установлено так. То есть она дальше, просьба эта. Она установлена так. Это 26 по 29 стих. Значит, доводами являются главными 27 и 28 стих. И это те доводы, которые у нас были в книге «Исход». И они два. Прежде всего, что вспомни про рабов твоих Авраама и Шака и Якова, потому что это народ их потомки, они несут их миссию. Ты не можешь эту миссию прекратить. А второе, что народы неправильно поймут. Чтобы не сказали египтяне, что Бог не способен их везти в Стеану, который обещал, и он их ненавидит, поэтому их он умеет ввел. То есть первое, это сущностная категория миссий евреев и их наследования праотцев. А вторая вещь, это то, что народы поймут неправильно. И народ, мы уже обсуждали, когда в двоих рахнет дисход, что Всевышний в очередь не заботит мировое общественное мнение. Что не надо думать, что Богу не важно, что люди думают. На самом деле Богу очень важно, что люди думают. Потому что если люди будут думать неправильно, то цель божественного появления миром не может быть достигнута. И поэтому надо делать так, чтобы не сказали египтяне, что Бог не может везти и везти на Стеану. И вот эти вот два довода, которые у нас постоянны, они обрамлены общим принципом, что это народ твой. Что такое вообще народ твой? Это такое вообще понятие немножко странное. Ведь Всевышний принадлежит все. То есть все является Всевышним. Всевышнимским, так сказать, да, если такое пролагательное употребить. Поэтому почему это только этот народ твой, а все народы тоже твой, весь мир твой. И поэтому слово народ твой понимается как не со стороны Бога, а со стороны людей. То есть для Всевышнего, конечно, весь мир его, это дальше еще раз подчеркивается, и все народы принят ему, и благо всего человечества заботит Всевышнего, когда он управляет миром. Но со стороны людей, народ Бога, это евреи. И поэтому то, что происходит с евреями, это то, что, то, как мир воспринимает Бога. Именно поэтому очень существенно вот это происходящее с евреями отражается на представлениях мира о Боге. И поэтому то, что это народ твой, это и в смысле надо вспомнить Авраама, Ицхака и Якова, и в смысле, что, чтобы народы мира неправильно не поняли про Бога Всевышнего, и чтобы они не сказали, что он не способен их ввести в тяну. Окей, дальше. И дальше Тора переходит в десятая глава, это вторые с кейжали, и текст у нас здесь такой. И в то время сказал мне Господь, ты должен вытеслить себе две с кейжали каменные как первые, сделай себе копчег деревян и пойди ко мне на год. Мы уже упоминали, когда обсуждали книгу Исход, что янится между первыми с кейжалями и вторыми, что первые полностью божественные, сделаны и с кейжали божественные, и надпись божественная, все божественное, а в таинской и с кейжали это совместная деятельность Бога и человека, Моисей в Итесовской и с кейжали, а Бог на них написал. Это здесь ничем не отличается от того, как это описано в книге Исход. Но есть интересная разница. Она стоит в том, что в первом стихе написано «И сделай себе копчег деревянный и войди ко мне на гору». То есть повеление сделать копчег предшествует тому, что Моисей восходит на гору. Дальше Бог пишет второй стих, и я напишу с кейжали, а ты положи их в копчег. И Моисей делает копчег из дерева шитим и вытесывает с кейжали и идет на гору, и эти две с кейжали в моей руке. То есть мы видим, что Моисей не берет ковчег с собой, ковчег ждет внизу, но ковчег приготовлен заранее. Вот об этой детали у нас не было ничего, когда у нас было в книге исход описание ситуации. Дальше, четвертый стих. Если он написал на скейжалях то, что было написано на первых, это очень важно, что точности тех соответствуют, но сосуд другой. То есть в первом случае сосуд он тоже божественный, а в этом случае сосуд человеческий. То есть Моисей вытесывает скейжали и, что очень важно, есть копчег. Медеаж отмечает, что то, что с самого начала нужно сделать копчег, это указание к тому, что эти скейжали не будут разбиты. То есть для них есть сосуд, в который они будут помещены дальше. То есть сосудом для текста является скейжали, сосудом для скейжали является копчег. И поэтому очень важный здесь нам месседж дается, что важно не только то, что Бог хочет сказать, то не только содержание его речи, но и сосуд, в которое вкладывает это содержание, которое дальше держит это содержание. Вот первый сосуд скейжали, Он не выдерживал, потому что он был божественным. А человеческий сосуд, как это как бы неиспряно, он выдерживает, он не ломается. Ну и мы тоже это обсуждали, что тара должна быть совместным действием Бога и человека. Это как бы было в книге исход. Но важно, что здесь есть еще сосуд для скрижали. С самого начала ковчег. И дальше и сошел с горы и положил скрижали в ковчег. Это пятый стих. Теперь, вопрос, что это за ковчег. Значит, мы дальше знаем, здесь у нас этого нет, но мы из книги исход знаем, что после этого евреи получили указание построить храм. Причем заповедь в постоянии храма, и включая ковчег, и все детали, она была дана еще на горе в первый раз. То есть, Бог еще в первый раз, когда только были, Моисей первый раз поднялся на гору, Бог уже тогда сказал, что нужно сделать и храм, и ковчег. Мы это обсуждали, да, что это не следствие золотого тельца, ни в коем случае это изначально предусмотрено. Но в книге исход это рассказывалось так, что Моисей поднимается на гору, Бог ему и рассказывает про все, каким будет храм, и какие будут заповеди, законы, и Моисей дальше получает скрижали, спускается, они разбиваются. Теперь, второй раз Моисей поднялся, сделал сам скрижали, спускается, они не разбиваются, но ковчег Моисей делает только после этого. В этом рассказе, в книге «В той законе», ковчег появляется при вторых скрижали, потому что первые скрижали, там не рассказано, что он на горе получал заповеди и храм, это все пропущено. Но очень важно, что Моисей должен сделать скрижали заранее. И поэтому возникает вопрос, то есть месседж здесь понятный, что недостаточно идей, недостаточно сути дела, вот этого надписи на скрижали, для того, чтобы это работало, нужно еще сосуд для этого, нужен контент, нужно во что вкладывается эта идея, вот это не менее важно, чтобы она работала. И вот этот сосуд для большинственной идеи, он нужно делать заранее. Если нет подготовленного сосуда, то система работы не будет. И в книге «Исход» этим сосудом было только сами скрижали, которые Моисей делают, а в книге «В той законе» имеются два уровня сосуда, скрижали и ковчег. Но важность сосуда здесь подчеркивается, потому что скрижали нам не так очевидно, что это сосуд, а вот ковчег нам очевидно, что это место, куда это скрижали надо положить. То есть, если это не подготовлено, то система работать не будет, принести скрижали невозможно. Здесь это так указано. Но вопрос возникает о соотношении этого ковчега и того ковчега, который делает Бецалель, когда он строит храм. И эти ковчеги по-разному описаны. Здесь написано, что ковчег деревянный, то есть из дерева шетин дальше написано, как Моисей его делает. А когда ковчег делает Бецалель, то он деревянный, но обложен золотом. Это другое описание. И в еврейской традиции есть два разных подхода. Был ли это один ковчег, или это были разные ковчеги? Та концепция, которая хочет сказать, что это разные ковчеги, то есть если мы идем, где деревянный, а там он золото, такой подход тоже есть, и Медяш начинает обсуждать, что же это был за ковчег, и куда он делся, и где его носили, и начинает говорить, что, скажем, что это был ковчег, в котором носили скрижали, например, это ковчег завета, когда отправлялись на войну. А вот ковчег золотой, он стоял в храме, а во времена Эли, предосвященника Эли, как там написано в книге Шмойля, его понесли вот такой, как бы, главный ковчег, золотой, и тогда филикибляне захватили его, это было неправильным. Но при этом нигде у нас на самом деле не упоминается ситуация с двумя ковчегами. То есть в храме стоял заведомо один ковчег. Медяш даже говорит, что в этом ковчеге потом, в деревянном, в нем лежали обломки первых скрижали. Это вообще странно очень, потому что ковчег есть, предназначен именно для вторых скрижали, а вовсе не для первых. И другой медяш с этим совершенно не согласен и говорит ничего подобного. Ковчег был только один, в храме стоял ковчег один, не было никакого места для второго ковчега, разумеется. И скрижали и отбитые лежали в том же ковчеге, что и целые скрижали, то есть обломки первых лежали в том, где и вторые скрижали. И тогда возникает вопрос, как же это соотношение. И здесь есть подход, можно сказать, один вариант, опять Медяш приводит один вариант в том, что ковчег деревянный вышел из употребления, когда сделали ковчег настоящий, с золотом обложенный. И поэтому его как бы гинзу, то есть спрятали, в смысле там как бы похоронились, так можно сказать. А другой подход еще, может быть, это ковчег деревянный был использован Бецалелем, что вот Моисей сделал все из дерева, а потом Бецалель уже сделал золотую обкладку для него, чтобы как бы апгрейтинг такой ковчега, когда он идет в храм. Но все это совершенно необязательно, так считать. И, конечно, можно считать, что речь идет здесь о том, что на самом-то деле это, конечно, ковчег, который сделал Бецалелем. То есть то, что написано, что Моисей сделал, это неважно совершенно. Моисей сделал, очень часто говорится, что сделал, когда сделано под его руководством. И может быть, как бы, что это заранее говорится о том ковчеге, который делает Бецалель, и просто на первой стадии он делает деревянную часть, тогда его приводятся и вкладываются скрижали, а потом делает золотую, когда строится храм. И тогда нет вообще никакого второго ковчега, это есть ковчег только один, и его сущность только одна. И что здесь вообще говорится не о том, чтобы сделать какое-то временное пристанище для божественной истины, а потом его спрятать или выкинуть. Нет, это один и тот же ковчег, но как бы сосуд для получения в него божественной истины, он проходит апгрейтинг. То есть Бецалель начинает делать ковчег, он делает его деревянную часть до того, как Моисей поднимается второй раз. Собственно, здесь нет проблемы о том, что Бецалель знает, как делать ковчег. Хотя в книге Исход написано, что весь храм делали и ковчег в конце, после того, как Моисей спустился второй раз. Но это не важно, это может быть, здесь не обязательно храмологическая последовательность и исход, все эти детали должны учитывать. Потому что, по сути, это дело Моисей уже с первого раза знает, каким должны быть сосуды храмовые, а здесь подчеркивается, что Бог ему сказал специально, что часть, то есть ковчег должен быть сделан в начале. Поэтому вот ковчег делается Бецалелем, или делается его деревянная часть, куда помещается, или он вообще делается весь, но главное, что в ней есть деревянность, а потом главным становится золотность. Но в любом случае, идея, когда это один ковчег, тогда идея того, что это апгрейтинг тех сосудов, куда мы помещаем Божественное Слово и Божественное Откровение, что эти сосуды должны проходить, как бы, апгрейтинг, в смысле, все более изощренными, новыми, обновленными. Но содержание при этом остается, и главное, что ничего не выкидывается. То есть все, что было прежде, оно вкладывается в это новое. Сосуд усложняется. Был ковчег деревянный, а потом он золотой, и потом он храме, а скрижали в нем, как были, так и есть, остаются, но вместе с развитием наших сосудов по восприятию Божественного Света, это и есть, на самом деле, религиозный прогресс. То есть скрижали, это они каменные, они могут и озбиться, они могут быть целыми, но то, что написано в скрижальных, не меняется. Что разбили, вот то же самое написали и на новых. Потому что ограда для Божественного Пути, мы сказали, что заповеди, это ограда для Пути, это не сам Пути, это только ограда для Пути. Сам Пути, кстати, описан в книге Бытие, когда Бог говорит ему Авраму, это дздака и мишпад, то есть соединение милости и справедливости. Это вот единство идей милости и справедливости, чтобы ни одна из них не была, не перевешивала, чтобы они были в равновесии. Вот это и есть суть еврейской идеи, равновесие, милости и справедливости. И это путь. И он, естественно, не формализован, потому что Божественный Путь нельзя формализовать. Но ограду для Божественного Пути формализовать можно, и мы сказали, что это и есть каменные скрижали, как ограда. Но вот этот Божественный Месседж, который ограда, он тоже все в новые вкладывается в сосуды, и в этом и есть религиозное развитие и религиозное продвижение. И дальше здесь вспоминается восьмой стих, что в то время отделил Господь колено леди, чтобы носить ковчег за лето. Мы знаем, что левиты были отделены именно потому, что первенцы участвовали в истории похоронения золотому тельцу. И поэтому здесь прямая связь между тем, что левиты отделены, здесь неописана история, как левиты убивали тех, кто занимался иглопокорством, но левиты прямую связь, разумеется, история имеет с тельцом. И здесь почему? Это что левиты нужны, чтобы носить ковчег. Ковчег это и есть сосуд для Божественного Слова. А левиты и являются этим сосудом. Левиты, чем вообще была функция левитов? Левиты передают тельцу, они преподаватели. Мы это обсуждали все много раз, что левиты жили в России, но во всем народе, чтобы передавать народу Божественное Учение, сохранять его, учить новые поколения. И поэтому левиты представлены здесь именно как те, кто носит ковчег. То есть как те, кто является тем сосудом, благодаря которому Божественное Слово передается. И дальше сказано, поэтому у левитов нет части и удела с братьями, то есть если нет земли, чтобы не стало так, что левиты станут слишком сильной светской властью. Мы знаем, что всюду, где религиозная власть получает землю, она становится необычайно сильной в светском плане. И это нужно претворотить, и поэтому в еврейской системе у левитов и ковчегов нет земли. Это прямо противоположно тому, что было в Египте, что в Египте наоборот священники имели землю, а в еврейской системе левиты не имеют земли. И Господь его уделал, это поскольку упомянуто про левитов, то они сказали подъемни. И дальше 10 стих оставался на грехах дни прежние, сотни дней, сорок ночей. Опять есть как бы не упомянуты напрямую, что он хлеба не ел и воды не пил, но мы уже понимаем, что это как дни прежние. То есть это то же самое с историей с прежними сорок днями. И такие вот у нас получилось три раза по сорок дней, как мы сказали. И все эти три раза он не ест и не пьет, и этим отрывается от естественности. И в конце концов сказал мне Господь, встань, пойди в путь перед народом. Здесь пропущена вся история о том, как дискуссия Моисея с Богом, о том, что нужно ангел пойдет или сам Бог пойдет. И покажи мне пути свои, все, что в истории, в книге исход опишутся, поскольку здесь краткое увещевание. И сформулировано только что встань и пойди. Потому что здесь важно, Моисей должен указать евреям, что вся тара, которую они получили, все эти прощения божественные, только ради того, чтобы они пошли в путь. Ради того, чтобы они захватили землю, пусть они пойдут овладея землей, которой им крялся. То есть возвращение их на нормальную линию. И дальше, когда получается фактически о прощении, то теперь Моисей вспоминает, что же теперь говорит, что же после прощения. А теперь, в смысле, вот после того, как тебя просили из Иоанна, то чего же Господь Бог хочет от тебя, только трепета исследовать по путям его и любить его и служить всем сердцем и душой, чтобы создать заповеди и все это для твоего блага. То есть здесь есть интеграл, вот эта вся тара синтегрирована здесь. Чего же у нас есть? Начинается все с трепета, следование путям его, то есть желанию реализовать божественную миссию, любить его, это связь с Богом через любовь, то есть здесь и страх, и любовь, следование миссии, это всем путям его, служить ему, и это уже ощущение того, что ты находишься на службе, в том смысле, что ты должен реализовать ту миссию, которую тебе получили, и дальше соблюдать заповеди и уставы, отсюда мы видим, что все эти пункты разные. То есть здесь нет повторения как бы тривиальности, поэтому трепет это одно, следование путям это второе, любовь третье, служение четвертое и соблюдение заповедей пятое. Никаким образом, разумеется, поэтому нельзя и религию свести к соблюдению заповедей. Соблюдение заповедей это только вот эта вот последняя функция, поэтому начинается с трепета, то есть осознание, с какой трепет? Трепет это осознание человеком, настолько Всевышний далек, настолько он создал весь мир и в общем некого ничтожества человека перед Богом. Но, как после этого блудникает, чтобы следовать всем путям Его, то есть хоть ты, может быть, и чувствуешь себя ничтожным, на самом деле у тебя есть путь, которым ты должен следовать. Бог тебе дал этот путь, чтобы реализоваться. И вот это вот следование по путям Его, оно приводит к любви. Потому что, когда ты следуешь по пути Бога, тогда ты понимаешь, что хоть ты и отдален от Бога, хоть ты и, может быть, ничто по сравнению со Всевышним, но Бог тебе дал путь, Он тебя любит, Он о тебе заботится, Он хочет твоего продвижения, чтобы ты следовал этому пути. И поэтому возникает любовь со стороны человека и любить его. И после того, как возникает ощущение любви, после этого может быть служение. То есть интересно здесь, что служение является не следствием трепета. Боязнь к служению не приводит. Что такое служение? Это если солдат чувствует, что он служит в своей стране, что он продвигает свою страну, что он ее защищает, что он ради ее блага вообще действует. Поэтому служение – это ощущение себя частью целого, его превращение себя частью миссии. Без ощущения себя частью миссии ни о ходе служения невозможно. И поэтому служение не является следствием трепета. Служение является следствием любви. И после того, как у тебя есть это служение, ты ощущаешь себя на месте, ты ощущаешь себя как часть миссии, у тебя есть задача, ради чего ты это делаешь. Вот после этого уже соблюдать заповеди. Потому что соблюдение, оно без всего этого фундамента, оно может выводиться просто так, скажем, в некий вид карго-культа. Вот я так делаю, поэтому должно быть. Это не так. Служение, соблюдение заповеди имеет смысл, потому что это часть системы, а не потому, что ты просто трясешь четырьмя видами, ну вот все, я сделал, что от меня нужно, пусть теперь мне это будет. То есть такая типа магия. Вообще магия, вся магия, собственно, есть карго-культа. И поэтому соблюдение заповеди должно быть следствием и завершением является для твоего же блага. Что не думай, что вся вот эта система, она вот построена, что Богу было нужно, что это Богу от тебя нужно. Это на самом деле нужно тебе. Все это делается ради того, чтобы ты продвигался, ради того, чтобы тебе было хорошо. Ради всего этого есть служение, есть осмысленность всего этого. И завершает это такой очень интересный момент, который очень нетривиальный, хотя выглядит как бы, так сказать, естественно. На самом деле мы сейчас рассмотрим его, он очень необычен. Вот это соотношение 14-го и 15-го стихов, оно не очевидно, потому что перевод его можно сделать по-разному. Очень часто вот в обычном переводе пишется так, что у Бога есть все, а твоих он отцов полюбил и избрал. В смысле того, что вот у него хоть есть вообще все, что хочешь, ты ему важен, а остальное не важно. То есть такая, я бы сказал, отрицательная парадигма, что ты хороший, все остальные в общем наплевать. Может такое возникнуть впечатление из этих стихов. Но они же могут, ну так переводится, с таким акцентом, типа того, что Бога все, а вот однако же он избрал тебя, а не кого-то другого. А может быть совершенно иначе переведено, что у него у Всевышнего есть все, и именно поэтому он избрал отцов твоих. Что он хочет продвинуть мир, поскольку у него есть все, что он заботится обо всем. И поэтому избрал он твоих отцов, чтобы вы помогали и продвигали. И мы обсуждали уже несколько раз, что это во многих, очень многих местах Тары, возможно два прочтения. В отрицательной парадигме и в положительной парадигме. Это соотношение между евреями и народами мира. Зачем же Тара так сформулирована, что она дает возможность двух прочтений? Я думаю, что причина здесь в том, что это варианты прочтений зависит от статуса еврейского народа. Если еврейский народ в изгнании, если еврейскому народу он еле выживает, и он находится в стадии котну, то есть в стадии малости, то его нужно поддержать сам народ. Он вообще нагрянет уничтожение. И это существование народа в изгнании. И поэтому в этой ситуации, когда народ слабый, в общем, ему нужно чувствовать некое внутреннее превосходство над другим. Поэтому конструкция типа, что вам же другие, в общем, они ничего особенного не стоят, а я самый главный, это защитная конструкция при слабости народа. При слабости нужно выживать. И здесь не до жеру, так сказать, а быть бы живым. И поэтому некое чувство презрения к остальным является необходимой частью выживания для тех, кто физически выжить еле может. Ему нужно хоть как-то морально себя поддержать. И здесь не до великих истин, а здесь вопрос о выживании стоит. И поэтому именно, когда евреи слабые, то доминирующей является отрицательная парадигма отношения к народам. И она, может быть, поэтому встречается в Талмуде именно, потому что Талмуд это евреи, рассеянные международным миром. Здесь уже, как бы, так сказать, такой тяжелой ситуации, нужно хоть как-то поддержать. И, может быть, излишнее самомнение и даже презрение к другим является необходимой частью самоподдержки. А вот зато, когда ситуация становится нормальной, когда евреи приходят в свою страну, когда народ живет нормально, здесь уже нет никакого места для отрицательной парадигмы. И читается совершенно иначе. Читается в позитивной парадигме. И это общий подход Танаха. Общая парадигма Танаха, она позитивна к народу мира. Мы это уже обсуждали несколько раз. А общая парадигма Талмуда негативна по отношению к народу мира. Именно потому, что Танаха это нормальное существование, а Талмуд это описывает, по крайней мере, ненормальное существование. Контекстом Талмуда, если так можно выразиться, является ненормальное существование в изгнании. И поэтому позитивные парадигмы читаются, когда евреи стоят на своих ногах и стоят на своей земле. Вот тогда читается иначе. Когда нас избрал, чтобы помочь всем остальным, а вовсе не потому, что мы лучше или хуже. И здесь можно к этому присоединить очень важную идею, что именно при завоевании страны не надо думать, что другие народы хуже. Рассказывают, что не думаешь о своих грехах. То есть вообще не относись к другим народам отрицательно. То есть не думаешь о своих грехах, но не думаешь о своих грехах, не относись так, что не возносись над другими, когда ты завоевываешь страну. А вот когда народ в диаспоре и ему очень трудно, вот может быть в этой ситуации заноситься является менее плохим, так сказать. Не то, что это вообще хорошо, но это приостительно заноситься и считать себя хорошим, считать себя лучше других. Может быть это было важно в ситуации, если ты еле выживаешь. И дальше представлена в 17 стихе нам очень интересная конструкция, что Господь ваш Бог, Он Бог богов и владыка владык. Вот эта конструкция Бог богов и владыка владык, она сама по себе очень необычна. Что такое Бог богов? Во-первых, почему это повторено дважды. И во-вторых, что такое Бог богов? Существуют ли боги других народов? Мы знаем, что ционалистическая философия как бы говорит, что все идолы других народов это ничто и на самом деле они никак не реальны. Но, в общем, пшат прямой смысл Тары немножко как бы кажется, что иной. И мистическая философия, конечно, понимает это иначе. А именно, что действительно у других народов есть ангелы других народов, они действительно правят их миром и они называют их богами. Это естественность этих всех странных народов. Поэтому, когда говорится Бог богов, потому что монотеизм иудаизма состоит не в отрицании того, что другие силы есть. Он состоит в том, что к этим силам не надо обращаться. Что ты должен обращаться ко Всевышнему напрямую. Фактически суть монотеизма это не отрицание наличия высших сил, а запрет обращаться к этим высшим силам, помимо Всевышнего. То есть ты должен обращаться только наверх напрямую. Но другие народы, это всегда есть силы, которые предназначены управлять другими народами. И действительно, поэтому для них есть боги с маленькой буквы, а Всевышний он бог всех этих богов. И владыка владык здесь, Медряж понимает так, что бог богов это в смысле духовном, а владыка владык в смысле естественном. Что есть силы, бог богов это есть силы управляющие народами, Всевышний правит этими силами. А владыка владык это есть закон естественного мира. И Всевышний является как бы в том числе силой естественности над этими силами естественности. Он тоже им управляет. То есть как бы общий, я бы сказал, закон мироздания. Но Всевышний концентрирует в себе тем самым и естественное управление, и управление естественным миром, и управление этически-духовным, как бы, параметром жизни. И дальше бог великий, сильный и страшный. Это такое известное вооружение «гадой, гибор и нора», как сформулирована вот эта конструкция здесь. И дальше известнейший Медряж обсуждает, что такое великий, что такое сильный, что такое страшный. И объясняется, что великий – это категория хэсэда, сильный – это категория гвура, то есть силы – это самограничение. Великий – это широта охвата, сильный – это, наоборот, самознатие, как вот гвура понимается. А страшный – это равновесие между хэсэдом и гвурой. Но это довольно абстрактные вообще категории здесь были бы, так сказать, внесены в это философски. Но в смысле прямого текста, если это посмотреть по прямому, то это те чувства, которые бог вызывает. Есть чувство величия. Чувство величия – это чувство, которое… чувство того, что Всевышний всюду. И это чувство распространения, и оно приводит к хэсэду, к любви по отношению к богу. Сила – это требовательность. Когда человек, наоборот, думает о том, насколько он правильно соответствует. А страх или трепет – это чувство того, насколько… Насколько велика пропасть между богом и человеком. Дальше Медляш рассматривает, что в разные эпохи части из этой фразы были потеряны. Но известный Медляш про то, как и пророка Иеремия пропустил одно из терминов, и депорок Даниэль, а богоциевеликого собрания восстановили. Но этот Медляш я не буду сейчас пересказывать. Но самое главное, что без этого описания «великий, сильный и страшный» – какое же следствие из него? Вот здесь прямой текст – это следствие из того, что он «великий, сильный и страшный». Какое же следствие? Что он творит суд сиотеем, дави и любит пришельцев. И поэтому так же поступаете и вы. То есть, оказывается, что то, что Бог великий, сильный и страшный, реализуется-то это не в том, что он народы перемалывает, а то, что он сосходит к конкретному человеку, который ислам. Свята, вдова и пришелец – это люди, которые не имеют, кто за них заступится. И поэтому как бы их можно обидеть, и поэтому Всевышний их охраняет специально. Так вот, вы поэтому делаете так же, как Всевышний. Это вот здесь напрямую принцип имитатор Дэй. То есть, как Бог поступает, так и вы поступаете. И всю свою эту огромную силу – великий, сильный и страшный – использует она для того, чтобы было благо конкретному человеку. То есть, не ради как бы просто великой цели, когда человек – это щепки или песчинка. Ничего подобного. То, что он великий, сильный и страшный, он как раз снисходит ко всякому слабому человеку, его защищает, и ты его должен также защищать. И что же здесь еще добавлено к этому – и вы любите пришельца, но здесь вы как бы в целом поступаете так, но особенно почетно любите пришельца, ибо сами вы были пришельцами в земле египетской. И это очень интересный момент. Что же основание любви к пришельцу, что вы были пришельцами? Здесь мы видим, что из Египта выводится позитивный смысл. Вообще, исход из Египта имеет как бы два аспекта. Ведите себя так, потому что вы были в Египте, это здесь, что вы были пришельцами. Это позитивный опыт Египта. Или наоборот, не ведите себя так, как вели египтяне, и это негативный опыт из Египта. Это позитивный и негативный опыт соединяются в Тавер. Но здесь очень интересный момент, что любите пришельца, вы сами были пришельцами. Пришелец – это гер. Но мы знаем, что есть два вида пришельцев. Есть пришельцы, которые герцедок, которые стали евреями, сделали полный деньг. А есть пришельцы – это не евреи, которые живут в стране Израиля. Мы к ним должны хорошо относиться. И это пришельцы, кто называется, гертоша. Он живет в еврейской стране, но он не является евреем. Интересно, что здесь соотносится, что вы были пришельцами в земле египетской. И евреи были пришельцами в земле египетской – отнюдь не в смысле полного становления египтянами. Они вовсе не интервировались. Они проживали в египетской стране, оставаясь, в общем, другим народом, оставаясь не египтянами. Поэтому здесь явно идет речь о как бы не египтяных, то есть не евреях, то есть тех пришельцах, которые не становятся евреями. При этом Галаха, с точки зрения Галахи, жадность именно особой любви к пришельцам, с точки зрения Галахи, должна распространяться на герцедок, то есть на тех, кто стал евреями, на тех, кто гертошав, нет галахической обязанности их любить. В то время как в этом стихе совершенно ясно, что любота относится к гертошав, то есть ко всем пришельцам. И в этом интересное различие между прямым смыслом Тары и Галахой. С точки зрения идеалов Тары, а Тара письменная, при этом дает нам идеалы, нужно обязательно любить всех пришельцев. И евреев, и неевреев, которые живут в нашей стране. Другой вопрос, что не надо любить тех, кто плохо себя ведет, что пришельцы тоже есть требования к нему. Пришельец должен прежде всего признавать еврейскую власть и признавать Тару, и много есть обязанностей у пришельца. Поэтому это совсем не обязательно распространять на людей враждебных к еврейству. Их вовсе не обязательно любить. Но тех пришельцев, которые нормальные, достойные люди, и совсем не евреи, абсолютно остаются в своей культуре, в своей цивилизации. Но принимают Тару в целом, соблюдают семь заповедей сыновей ноевых, это обязательно для тех, кто шаг, признают еврейскую власть и хотят жить в еврейской стране, чтобы просто нормально жить, их здесь выдвигается идеал любви к ним. То есть им нужно жить очень хорошо, их нужно любить, помнить, чтобы были тоже в таком же положении. При этом Галаха этого не требует. Потому что Галаха это обязанности. Галаха всегда более узкая, чем идеал. Галаха требует любить таких пришельцев, которые стали частью еврейского народа. А идеал Тары это любить всех пришельцев. И здесь мы еще раз убеждаемся, что Галаха это совсем не идеал. Соблюдение заповедей совсем не идеал. Соблюдение заповедей это минимум, за рамки которого нельзя выходить. А конечно нормальный путь это любить всех, кто является жителями нашей страны, кто конечно достойные люди и ведет себя хорошо, но всех их обязательно любить, независимо от того, являются они евреями или не евреями. Ну вот это то, что я хотел рассказать вам сегодня. Более-менее на этом мы сегодня заканчиваем. Я не успею ответить на все вопросы, поэтому я думаю, что мы здесь должны заканчивать на этом нашу лекцию. Если есть вопросы, еще напишите мне на мейл, и я вам оставлюсь ответить. Все, спасибо. Спасибо, Сей. Ну вот мне кажется, на этом мы сегодня закончили. Правильно? На там! Продолжение следует...